Большая часть произведенной одежды и обуви толком не используется и сразу отправляется на свалки со складов и магазинов. Однако при производстве и последующем сожжении нераспроданных товаров, модная индустрия выбрасывает более миллиарда тонн опасных веществ в атмосферу ежегодно. Это особенно токсично из-за того, что более 60% современной одежды производится из синтетических материалов. Попав на свалку, искусственные волокна разлагаются больше 100 лет, выбрасывая ядовитые вещества и парниковые газы, что способствует глобальному обтеплению. В итоге волокна превращаются в микрочастицы, которые уже можно найти повсюду на планете. Быстрая мода произошла из-за быстрых смен тенденций в современном мире. Из-за того, что люди часто стали устраивать показы мод, менять коллекции, также быстро производить их в магазины, чтобы у людей была возможность их покупать. Так как они искусственно выработали интерес к быстрой моде. То есть часто стали обновлять тренды каждый сезон. Вот, соответственно, от этого и появилось понятие быстрая мода. Спрос рождает предложение. Из-за этого сейчас происходит такая проблема. В индустрии быстрая мода не уделяет внимания проблеме учета природных ресурсов и загрязнению окружающей среды при утилизации продукции. Например, для производства одной пары джинсов в среднем требуется 3500 литров воды. Однако проблема не ограничивается только этим. Во многих странах третьего мира водоемы, на берегах которых расположены текстильные предприятия, загрязнены химическими веществами. Следы загрязнения обнаружены в том числе у берегов Арктики. В быстром моде используются вещи низкого качества. То есть после первой носки вещи становятся уже непригодными. Они покрываются катышками из-за того, что сделано не из экологичных материалов, из синтетики и полиэстера, которые также при разлагании выделяют микропластик, который оказывается в окружающей среде, в питьевой воде и так далее. Даже натуральные ткани могут нанести ущерб экологии планеты. При их разложении выделяется метан, который загрязняет грунтовые воды. Выращивание хлопка требует огромных объемов воды. Затрачивается 24% всех песцидов на обработку плантаций. Эти химикаты не только отравляют насекомых-вредителей, но и наносят вред почве, воде и атмосфере. По мнению экспертов, лучшим решением для тех, кто стремится к экологичному образу жизни, является отказ от мимолетных трендов и предпочтения брендам, уделяющим внимание этичным и экологичным аспектам в своем производстве. Яна Яковлева, Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ, Новости.